приветствую всех рик у меня тут на канале этот был на родионах rx 580 на 8 здесь две карточки на памяти hyunix две карточки на памяти микрон ну и тушка с двумя блоками питания 850 ватт рик я настроил выложил на авито изначально ценник был 300 он у нас на релизе мы просто своих 10 процентов берем за продажу вот и все ну и понедельник позвонил клиент и говорю ну 300 это дорого давай-ка снижать и вот 275 то ценник при котором появился клиент и сказал заберу два рига которые есть только проверим их и вот один риг сейчас определенную статистику наберет в этом риге мы систему охлаждения вычищали там что-то произошло с термопастой скорее всего это какой-то заводской дефект какой-то кривой криворукий сборщик просто собирал эту карту видно было что термопаста было нанесено какой-то кучей в общем на первом видео это все есть по остальным картами даже не лазил карточки все холодные и вот принципе три разных типа памяти у нас сейчас и набралось два hyunix 4 микрона это три которыми сейчас принесли второй который должен тоже сейчас уйти он на памяти samsung какую какой тип памяти выбрать samsung микрон либо hyunix вот если мне предложи я даже не знаю по мне так все абсолютно одинаково у самсунга есть преимущество пожалуй только в монете наверно равен коэн и все вот равен коэн на самсунге больше дает чем на остальных hyunix как раз самая неудачная память для равен коэн там меньше всего хэшрейт но кто будет равен коэн сейчас на них манить хотя вдруг взлетит монета после поса и спокойно эти карточки можно использовать потому что карты 256 бит и они зачастую больше дает чем те современные которые есть тут же родионы rick 6600 хэшрейт выдает меньший по по всем монетам в принципе ну и вот этот рик примечательным тем что его я могу все-таки наконец-то назвать идеальным ригом который вот когда-либо существовал в восемнадцатом году что такое идеальный рик это рик который построен был не на китайской материнской плате там куча пси экспрессов на был построен на очень хороший геймерской и материнские платы которые вообще не косячили я могу назвать вот либо за 270 а про от мс ай причем другие материнские платы на этой платформе вообще нормально не работали не работали там агавки не знаю как потом это дело обстояло но общем бы 250 и там агавки ругались на карт которых больше четырех штук windows если запускаешь что если карт по моим 5 уже стоит он предлагает какую-то карту отключить и в то время бил сам это все не решалось за 270 а про ну и впоследствии за 370 про и так далее это те матери которые без каких-либо танцев с бубном спокойно работали на шести картах но в данном случае на здесь есть ультра м2 разъем в него можно поставить переходничок можно подключить 7 карт и есть большая доля вероятности что даже специально вот эти переходники китайские на 4 карты так далее расширители скорее всего можно по 12 карт спокойно на этих матерях запускать обычная стандартная конфигурация 4 гига памяти celeron ssd накопитель и вот здесь примечательный блок питания полутора киловаттный фирма аккорд немножко наверно надо будет продуть либо клиент сам продует не знаю нет у меня времени этим заниматься хотя вот то состояние рига которая приносится я иногда вот даже клиентам специально если там порнографии никакой нету оставляю как есть потому что когда вы берете тот риг который целыми сутками работал который не пытались как-либо улучшить внешний вид когда все пломбы целые когда вы увидите что карта пыльная то есть это пыль от наработки то вот этот самый лучший вариант покупки рига не дай бог это будет все очищено все в идеале то у меня будут складываться какие-то сомнения насчет работоспособности а вот та пыль которая от наработки присутствует по ней даже можно судить а в каком режиме это все дело работало послушать вентиляторы как они трудятся вообще не если свежки рассмотре тут как раз вентилятора немножко шумят из-за вот этой подсветки но там очень толстые идут подшипники очень толстые штоки на кулерах и эти вентилятор можно назвать вечными кроме как небольшого дребезжания со временем у нитроплюс оси вообще никаких проблем нету то пыль которая здесь скапливается показывает нам а в каких условиях трудились риги каких помещениях потому что допустим из моей домашней посмотреть риги там пыль от штукатурки и скажем так это не очень хорошо потому что это мир мелкодисперсная пыль она приводит потому что вентиляторы как раз начинают сильнее косячить а здесь вот он обычный внешний вид то есть вот эта пыль незначительная и скажем так в таком режиме карта отработал четыре года нету здесь никакого пуха да конечно карты наверно продувается периодически но вот этот пух который тополины в июле начинает в июне лететь он все заполняет у меня были такие риги при которых без слез не взглянешь на карты там просто выдуваешь оттуда это вот когда в квартирах стоит с открытыми окнами особенно с неудачным расположением дети тополя на общем в таком варианте риги покупать лучше всего когда вы видите что этот риг трудился когда вы видите что все не идеально то есть не та пыль которая как у лёша таксиста которую мы смотрели когда там просто жесть какая-то а именно вот она легко снимается и карточка материнская плата у нас остается чистая то есть соответственно если вы не видите никаких пятен значит и вода не попадала если вода попадает на вот эту пыль а тут еще пыль она с вот этим вот жиром от видеокарт она имеет такое свойство что материнские платы просто не отмыть никак если увидеть таком состоянии матери то можно рассчитывать на то что уже мать получила дозу влаги это все плохо когда помещение у вас не были ролики где с майнинг отеля привозили риге и стояло это все на улице соответственно вот эти перепады температуры когда то холодный то горячий воздух то все эти металлические вещи притягивают пыль влагу плюс пыль и материнская плата вот таким вот образом не очищается то есть все она здесь идеальная то есть условия эксплуатации были просто по мне так вот идеально видосы пишу больше еще и для того чтобы зафиксировать то состояние в котором мы отгружаем риги потому что мало ли что может случиться к примеру и по видео можно всегда вернуться к этому ригу и посмотреть как что подключено когда вы используете полутора киловаттный блок питания фирма аккорд потребляет ферма 950 киловатт минимально может потреблять где-то 850 то вот этот запас 500 ватт гарантирует что блок питания будет жить долго за все время у меня помню сдох один или два блока проданных было несколько сотен то есть в какой-то момент когда мы риги отгружали мы полностью перешли на аккорды аккорды это такой ситилинковский китайский бренд под них делает аккорд блоки не знаю откуда этот бренд вообще пошел но на самом деле очень классные блоки они не шумные как муравьи китайские они вполне тихие их даже мы в свое время в какие-то компьютеры ставили когда майнинг совсем и сдох а блоков было куча и эти блоки у нас материнские с компьютерами уходили и также они там работали то есть блок питания очень тихий и при этом не страдает косячный я не знаю как фурнитурой аксессуарами то есть все вот эти кабели sata и прочее они здесь хорошего качества все достойны нигде здесь ничего не подгорело все фазы питания в данном случае задействованы и провода длинные то есть один блок питания стоит все это дело прекрасно подключено если бы видеокарты были уровня gtx 1050 ti это можно было повесить 12 карт но грубо говоря если бы у вас видеокарта были бы rx 666 600 xt то на такой блок питания можно было повесить также 12 карт то есть с киловаттной нагрузкой этот блок питания справляется на ура 4 плеча на рейзера здесь идет и максимум к одному плечу два рейзера подключено вот не более того но сейчас перейдем хаю посмотрим как это все у нас здесь выглядит попробую это все в один ролик увязать чтобы монтажом не заниматься хотя нет придется наверно звук-то повысить память samsung 2100 мегагерц сейчас выставлена частота 31 7 дает естественно применен рев 20 2 100 для памяти samsung по-разному влияет все зависит от тех таймингов которые стоят в биосе здесь довольно-таки хитрые тайминги свое время их нашел и использую и samsung здесь и хорошо гонится и хороший хешрейт дает ну и здесь вот лазить видеокарты не стоит 50 градусов здесь все карты по второму ригу 100 на память samsung первый риг у нас подключен все здесь прекрасно одна карточка у нас была третья гпу-3 восстановленная то есть мы поменяли систему охлаждения тоже 53 градуса его память микрона hunix и выдает те же тридцать один из семь то есть вот три типа памяти и везде абсолютно один и тот же хешрейт многие не любят память микрон и микрон действительно на каких-то видеокартах сейчас мне тут ругается что в соток телефонах дешевых тоже флешки от микрона идут и дохнут на 580 память микрон не дохла никогда и у этих 580 было всего лишь три типа памяти hunix микрон и samsung на 8 гиговках на 4 гиговках встречались еще элпиды на 588 то ревизия hunix идет где спокойно этот хешрейт выдается на 570 у них был совсем другой там такие характеристики не получить ну и фишка вот этих 580 их в том что с увеличением дак файла в отличие от 1070 падение хешрейта не произошло то есть карточки как давали 31 там мега хэш три года назад так и сейчас дают появилась вниз вот эта настройка рев 23 в 30 которая как rx boost дает нам увеличение хешрейта и 1 мега хэш плюсом все фирмы получили на каждой карточке но радио на скажем так это те вещи которые работают и все время мы полностью переключились 2017-18 году на радио на rx и использовали только сапфиры в крайнем случае пульсы пульсов вентиляторы идут на втулках они на подшипниках и иногда косячили если в пульном помещении находились но не кстати взаимозаменяемы можно было от нитро плюс тоже ставить и скажем так все родионы которые вот эти 580 нитро плюс они все до сих пор майнинги очень мало карт ушло в компы в свое время то есть это те риги которые люди даже в крипто зиму оставили и они у них трудились человек в свое время у нас по моему рига в 10 покупал я уж не помню и это последние два рига просто выходит из тема может быть он на пике пытается их продать максимум на манил и продать вообще сказал что просто наигрался ему это перестало быть интересно вот и все ну каждую став свое кто-то выходит из этой темы но кто-то заходит потребление такого рига примерно киловатт если будет розетка у вас там не за три рубля то примерно 70 рублей сейчас этот риг скушает по электричеству и принесет чистыми примерно рублей 600 700 но тут все зависит от курсов и от сложности сложность сейчас растет курсы падают ну собственно из-за этого и ценники на видеокарты также снижаются но на этом наверно все такой может быть бестолковый был обзор но скажем так он мне нужен чтобы можно было вернуться к этим ригам в случае чего клиент забирает их 550 тысяч получается стоимость двух ригов и 55 тысяч мы кладем себе карман так что иногда проще просто перепродать и не заниматься сборкой и настройкой но и на этом по ригам наверное на сегодня все но есть что-то интересно будет наверное еще ролик какой-нибудь запишем про вот этот же записали многие правда пишут что совсем неадекватный компьютер зачем столько бабок вкладывать ну тут хозяин барин скажем так и человека деньги есть он решил потратить их таким образом но наша задача была эту конструкцию просто собрать просто компьютер на самом деле собирался не в один присест этой материнской плате примерно два года процессору примерно год и постепенно эта конструкция просто обрастала видеокартами вторая видеокарта была куплена примерно месяц назад первая видеокарта примерно три месяца назад единство что вот он принес корпус клиент новый блок питания чтобы мы помогли ему все это дело воедино собрать ну и более-менее чтобы избавиться от колхоза чтобы все было аккуратненько так что у нас за последние пару дней ну довольно таки много интересных железок в руки то попало ну а теперь наверное действительно все